МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Антон Александров. О событиях этой среды 27 ноября расскажут наши корреспонденты. И вот лишь некоторые темы выпуска. Все чаще карагандинцы и казахстанцы в целом стали жаловаться на то, что не могут дозвониться на номер 103. В департаменте комитета медицинского и фармацевтического контроля прокомментировали ситуацию. Депутат Мажелиса предложила отпускать семейных женщин пораньше домой. Почему карагандинки скептически отнеслись к инициативе и возможно ли введение таких правил? Лучшие детские ролики о городе выбрали в Караганде. Завершился конкурс видеорепортажей. Около 300 спортсменов со всех уголков Казахстана и Кыргызстана приехали в Караганду сразиться за звание лучшего борца. Как прошел 25-й республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей. Подробности в нашем выпуске. Когда важна каждая минута. Казахстанцы не могут дозвониться в экстренные службы с китайских смартфонов. Набирая 101, 102, 103 или 104, они попадают в диспетчерскую 112. С этой проблемой сталкиваются жители разных регионов Казахстана. По словам IT-специалистов, причина в прошивке некоторых моделей смартфонов. В них просто не предусмотрен дозвон на трехзначные номера. Поэтому автоматически идет переадресация на номер 112. Ни операторы сотовых связей, ни специалисты экстренных служб повлиять на это не могут. Поэтому просят добавить префикс 9 перед набираемым номером. 9-101 в пожарную службу, 9-102 в полицию, 9-103 в скорую помощь, 9-104 в аварийную газа. Можно эти номера сохранить сразу в телефонной книге смартфона. Поступает на 112 вызов, 112 начинает обрабатывать, и он понимает, что это вызов скорой медицинской помощи, тем самым отправляет на пульт 103. Это занимает определенные дополнительные 2-3 минуты, что в целом в экстренной ситуации недопустимо. Лучше рекомендуем с девятки начать, 9-103. До 600 детей ежегодно смогут получать лечение в новом реабилитационном центре. Это первое в регионе медучреждение для людей с нейроортопедическими нарушениями. Для каждого пациента будет разработана индивидуальная программа реабилитации. Подробности в репортаже. Этот центр позволит улучшить качество жизни детей с особыми потребностями. Торжественная церемония открытия включала в себя презентацию медучреждения, демонстрацию оборудования и рассказ о возможностях и правилах обслуживания пациентов. Мне очень приятно, что наше мероприятие собрало столько гостей. Для всех нас это большое, радостное и важное событие. На сегодняшний день местные власти, государственные органы и бизнес-сообщества делают большие проекты. В будущем таких центров станет больше. Я желаю благополучия всем нам и выздоровления пациентам этого нового реабилитационного центра. Этот центр открыт благодаря совместным усилиям местных исполнительных органов и партнеров фонда «Казахстан-Халкена», а также компаний меценатов. В рамках благотворительных программ в общем по стране планируется открыть 25 реабилитационных центров для детей с особыми потребностями. Первый уже распахнул свои двери в Жасказгане. В ближайшие дни запланированы открытия в Павлодарской области и Шымкенте. Уже в течение года у нас работает центр раннего вмешательства. Это для детей с трех месяцев и до трех лет. А сейчас мы открываем центр для детей более старшего возраста. То есть с трех лет и до 18 лет. Мы укомплектованы и адерный центр тоже укомплектовали полностью врачами-специалистами. Это врачи-реабилитологи, которые прежде всего должны здесь работать. Каждый пациент перед поступлением осматривается мультидисциплинарной группой, в которую входят неврологи, реабилитологи, специалисты иного профиля, чтобы установить, что необходимо корректировать конкретному ребенку. Здесь будут проходить лечение дети после хирургических, травматологических, нейрохирургических вмешательств. Профиль самый разный. Под каждое заболевание есть специальные тренажеры. Мы пришли сюда, когда моей дочке Альфье было 7 месяцев. Она не могла держать голову. Здесь прошли курс лечения. По его завершении моя дочь научилась уверенно держать голову. Здесь мы получили качественное лечение бесплатно. Хороших примеров успешной реабилитации много, говорит заместитель директора областной детской больницы Нина Деркач. Об этом даже имеются соответствующие записи в книге озовов. Специалисты этого центра обучались в Астане, Кустана и Караганде. Восстановительное лечение для пациентов будут проводить бесплатно за счет системы УСМС. Оформление происходит через портал госпитализации. Антон Александров, Дмитрий Оборок, Николай Шевелев. Пятый канал. Отпускать семейных женщин пораньше домой. По словам депутата Мажелиса Каракат-Абден, ее предложение, сделанное в начале ноября, о сокращении рабочего времени для женщин, нашло отклик у населения, но пока не рассмотрено правительством. Почему карагандинки скептически отнеслись к инициативе и считают предложение утопическим, расскажет Ирина Побещевич. Срок ответа правительства еще не настал. Но я намерена продвигать этот вопрос, потому что вижу, что интерес общества очень большой, поддержка очень большая. Депутат Мажелиса Каракат-Абден 6 ноября текущего года направила запрос на имя премьер-министра, в котором предложила сократить рабочий день для женщин на 1-2 часа, аргументируя тем, что это позволило бы работающим женщинам больше времени уделять семье и воспитывать детей. Она отметила, что данная инициатива соответствует скандинавскому опыту, где уже применяется сокращенный рабочий день. Может быть, нам, женщинам, это будет и удобно, чтобы под нас, так скажем, подстроились, но я думаю, что вряд ли это будет сделано. Алена Лощук без особого оптимизма отнеслась к новости, так как говорит, что ее это вряд ли касается, как и ее коллег. Сейчас девушка устроилась в салон, сама корректирует свой график, но говорит, в ее интересах брать больше клиентов. И так живут многие. Подстраиваю свой график под себя, под детей своих. Вот, в общем, поэтому я успеваю. Я не завище. Тут двое деток, да, у меня первая, вторая смена. По предложению депутата, семейные женщины должны раньше заканчивать рабочий день. А обязанности могут взять на себя мужчины. При этом зарплата остается прежней. Все это должно способствовать сохранению института семьи, когда женщина приходит домой раньше и готовит еду. Дети и муж получают больше внимания. Тот же самый преподавательский состав тоже, наверное, это будет. Там нереально уйти с работы на 2-3 часа раньше, чтобы за тебя тот же мужчина провел тот же самый урок, например, или занятия. Или медики также, да, например. Сидит медик, занимается. Или выполняет работу. Тут раз два часа проходит, остается два часа, бросает тот же самый скальпель или в бормашину и уходит домой, потому что дети ждут. Потому что сейчас женщины сами заинтересованы работать и зарабатывать. Потому что у всех кредиты, у всех планы, у всех ипотеки. Эта инициатива действительно может позволить женщинам проводить больше времени с семьей, но у нее гораздо больше минусов, чем плюсов. Подсчитать непроведенные учителями уроки и непроведенные врачами приемы и оценить последствия этого каждый сможет сам. Сейчас попрошу мужчину, а завтра еще раз попрошу, послезавтра еще раз попрошу, а потом, конечно, мне скажут, иди, дорогая, вот мне гораздо выгоднее, если мужчины будут работать. То есть насчет вопроса гендерного, вот этого вот бюджетирования, гендерного равенства, я здесь в этой инициативе не увидела конкретных механизмов. Руководитель Центра семейной психологии уверена, что в любом коллективе есть негласные правила и отношения к женщинам с детьми более лояльные. Их могут иногда отпустить пораньше или закрыть глаза на отсутствие в течение рабочего дня. И тогда кто-то может подменять, но это не должно превращаться в систему. Когда делают такие заявления, либо это просто, на мой взгляд, ну, такой, скажем, возможность каким-то образом внедриться, да, вот в какие-то инновационные идеи, но практического применения лично я не нашла пока. Может быть, в последующем какие-то рабочие группы разработают и сделают это, но, не знаю, я пока не вижу в этой идее ничего, кроме просто пустых заявлений. Вот еще одна инициатива Каракат Абдин о продлении оплачиваемого декретного отпуска с полутора лет до двух, либо приема в садике детей с полутора лет, а не с двух вполне рабочая. Минтруда, опережая события, заявили, что увеличение периода получения социальной выплаты по уходу за ребенком возможно исключительно при условии повышения ставки социальных отчислений. Да и сами мамы согласятся ли отдавать своих полутора годовалых малышей в сады возрасте, когда им ищут так сильно необходимо материнское присутствие. Ирина Вобещевич, Злухарна, Исмахаев, Данил Заславский, 5 канал. Готов к службе? Жалоб нет. В Карагандинской области в рамках реализации программы призыва граждан на военную службу прошли торжественные проводы призывников. В этот раз из региона на службу отправились 24 молодых человека в воинскую часть 2982 Министерства под чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в Алматинской области. Памятные подарки перед отправкой на выполнение долга перед Родиной скрасили волнение перед неизвестной, но такой благородной солдатской жизнью. Торжественная церемония проводов новобранцев началась на сборном пункте Департамента по делам обороны Караганинской области. В рамках мероприятия была организована выставка военной техники, оружия и образцов в специальной форме. Афганские ветераны, открывая мероприятие, отметили, что военно-патриотическое воспитание это целенаправленное воздействие на личность, чтобы воспитать патриота и защитника своей Родины. Они подчеркнули, что выполнение гражданского долга в армии это достойный долг и обязанность каждого гражданина своей страны. Вопросы дедовщины в данном моменте исключены. Здесь требуется ваша дружба между собой. Первый момент. Второй момент. Для тех, кто не успел изучить до настоящего времени государственный язык, величайшая возможность вы погружаетесь в языковую среду и можете изучить государственный язык. И завтра, придя на гражданку или опять же идя в систему МЧС, вы будете занимать любую должность и общаться на государственном языке с любым гражданином Республики Казахстан. Это большой плюс. Я вам говорю об этом. И третье. В любом случае, какие бы трудности ни были, ни возникали, запомните, всегда поможет вам дружба, взаимовыручка. Вы все с одного региона, карагандинцы. Если будете помнить об этом, будете взаимно помогать друг другу, тогда вас ничто не возьмет. Молодым солдатам пожелали удачной службы и возвращения с честью. Им напомнили, что выполнение воинского долга это великая ответственность и гордость за свою страну. Все призывники прошли специальный отбор. Во время мероприятия молодым людям были вручены памятные подарки, а также прозвучали песни на патриотическую тематику. Из города Тимиртау отучился в высшем политехническом колледже на два образования. Пошел в МЧС, чтобы защищать родину и спасать жизни. В основном призываю наших соотечественников, также своих друзей, знакомых, чтобы они пошли отдавать честь родине и служить само собой. Ровный строй молодых воинов, демонстрация военного оружия и техники показали мощь нашей армии. Мы, наблюдавшие за этим зрелищем, были искренне впечатлены. Служба родине это большое счастье. Роберт Граф, Николай Шевелев, Пятый канал. В школе-интернате под ведомственной управлением образования Карагандинской области прошло патриотическое мероприятие под названием «Герой, водрузивший знамя победы над Рейстагом», посвященное 100-летнему юбилею народного героя Рахимжана Кашкарбаева, легендарного участника Великой Отечественной войны. Первая часть мероприятия началась с музыкального приветствия и документального фильма, посвященного жизни и героическому пути Рахимжана Кашкарбаева. Этот фильм, представленный с использованием современной интерактивной панели, пробудил интересы учеников и позволил глубже понять подвиг героя. 30 апреля 1945 года состоялся решающий штурм нацистской цитадели. К тому времени советские войска окружили Рейстаг и до цели оставалось всего 200 метров. Королевская площадь, канал, заградительные сооружения и все это пространство находилось под шквальным огнем оборонявшихся фашистов. Согласно журналу боевых действий 150-й стрелковой дивизии, в 14 часов 25 минут 30 апреля 1945 года лейтенант Рахимжан Кушкарбаев и рядовой Григорий Булатов подобрались к центральной части здания и на лестнице главного входа поставили красный флаг. По словам Кушкарбаева, 260 метров открытого пространства они вместе с Григорием Булатовым ползли более 7 часов. За совершенный подвиг командование полка представила лейтенанта Кушкарбаева и красноармейца Булатова к званиям Героев Советского Союза, но награжден он был Орденом Красного Знамени. Указом же президента Республики Казахстан от 7 мая 1999 года ему посмертно присвоена высшая степень отличия Халык Кахарманы. В мероприятии принял участие житель поселка Сарышаган Жумагали Кульмагамбетов, который поделился собравшимися воспоминаниями о встрече с прославленным героем. Он с особым волнением рассказал, как в студенческие годы, находясь в Алматы, доставил Рахамжану Кушкарбаеву письмо от сельчан. Эти и многие другие истории оставили в сердцах учеников неизгладимое впечатление. Ребята узнали множество новых фактов о героизме и жизненном пути легендарного соотечественника, глубже прикоснулись к ярким страницам стало важным примером для молодого поколения. Подвиги героев не должны быть забыты, их нужно всегда чтить и уважать. Роберт Граф, Николай Шевелев, Пятый канал. В Карагандинской областной детской библиотеке имени Абая состоялась церемония награждения победителей областного конкурса видеорепортажей, посвященного 90-летию Караганды. В этом году Караганда отмечает 90-летие со дня основания, дата значимая для каждого карагандинца. В честь знаменательного юбилея города областная детская библиотека имени Абая в феврале объявила областной конкурс видеорепортажей «Караганданен Ющпес Исамдеры». Идея конкурса направлена на привитие у детей интереса к краеведению через познание истории Караганды и создание видеорепортажей о людях, внесших значительный вклад в развитие города. В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 14 до 15 лет городов Караганда, Сарань, Абай, Шахтинск, Приозерск, Тимиртау, Бухаржираусского, Каркаролинского и Осакаровского районов. Видеорепортажи оценивались компетентным жюри, в состав которого вошли мобилограф, специалист интернет-редакции газеты «Орталок Казахстан» Балпанова, главный хранитель Караганинского областного историко-краеведческого музея Секимбай, телеоператор Пятого канала Ясмахаев, руководитель отдела комплектования Национального архивного фонда и научно-технической обработки документов Государственного архива Караганинской области Жумабекова Каламкас Тимиргалиевна. При оценке жюри руководствовалось следующими критериями в соответствии регламенту ролика, содержательность видеорепортажа, полнота и законченность сюжета, грамотность, творческий подход, оригинальность и креативность идеи, композиционное решение соблюдения единого стиля. Этот конкурс дал мне шанс развивать себя. Он научил меня немножко, дал мне понять историю, также научил меня монтировать видео, создавать видео, то есть этот конкурс развивает нас, дает продолжение развитию. Почему я приняла решение, ну, у нас также есть воспитатель, который мне помог с этим решением. Они мне предложили, я сразу, как бы, мне понравилось предложение ихнее. Эта библиотека тоже меня впечатлили, я здесь уже не первый раз в этой библиотеке, то есть я недавно почитала эту библиотеку, выступала здесь. Библиотека тоже дала впечатление о себе хорошее. Этот конкурс многому меня научил. Можно сказать, что я стала на время журналистом, который собирает информацию, анализирует ее и создает готовый видеопродукт. Мне очень понравилось, очень рада участию. Всем участникам конкурса были вручены сертификаты, руководителям благодарственные письма. Роберт Грозу, Харнаис Махаев, Николай Шевелев, Пятый канал. В Караганде прошел 25-й традиционный республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей. Соревнования посвящены заслуженному тренеру Казахстана Шарипу Харисову. Завоевать медали и прославить свой регион собрались около 300 спортсменов со всех областей республики, а также борцы из Кыргызстана. Шарипа Харисова без преувеличения можно назвать основателем борьбы не только в шахтерской столице, но и во всем центральном Казахстане. Шарип Аха родился в Татарстане, 18 лет добровольцем ушел на фронт. После войны служил еще 5 лет. В это время в юноше начала зарождаться любовь к борьбе. В 1947 году он приехал в шахтерскую столицу и организовал в новом дворце спорта имени Нуркена Абдирова секцию борьбы. Под его началом сборная команда области четыре раза становилась чемпионом спартакиады народов Казахстана. Выступает у нас команда из Кыргызии приехала, три города, Астана, Алмата, Шимкен и 10 областей республики Казахстан. Количество участников в прошлом году было 140, в этом году 295. Добавилось, конечно, выступает здесь чемпиона Казахстана призер Азии. В прошлом году у нас поменялись правила по греко-римской борьбе. Борьба оживилась, меньше стоячей борьбы стало, больше движений, больше бросков. Около 300 борцов боролись за звание лучших в почетном турнире. Несмотря на юный возраст, молодые люди продемонстрировали хорошую технику. Юношеская борьба требует более внимательного судейства, подчеркивают специалисты. Основная миссия не дать эмоциям взять верх над спортивной техникой. Сегодня я проиграл, но к спорту я пришел в детстве. Друзья пошли заниматься спортом, а я к этому пришел. Проиграл, потому что не подготовился. В будущем я хочу взять первое место на Казахстане и пойти дальше. Для меня сегодня честь выступать на таком прославленном турнире. Очень отрадно, что я могу показать свой профессионализм и доказать всем, на что я способен. Быть здесь уже многого стоит. Каждый борец через многое прошел. Для меня честь биться с каждым из кандидатов. Соревнования памяти Харисова в областном центре проходят уже в 25-й раз. В легендарных спортивных стенах продолжают становиться звездами греко-римской борьбы. Этот турнир один из стадий юных борцов к чемпионату Казахстана. Победители соревнований удостоились звания кандидата в мастера спорта. Роберт Граф, Николай Шевелев, Пятый канал. Оно очень теплое. Обувь прошита нитями. Также снутри она еще и проклеена. Качество хорошее, служить будет долго. Зима вступает в свои права. Это значит, что впору быть готовыми к погодным изменениям. Если ноги в тепле и комфорте, то любые сюрпризы нипочем. Ярмарка российской и белорусской обуви вновь в Караганде. На ней представлены актуальные модели на зимний сезон. В городе у вас мы не первый раз. Люди к нам идут из-за качества и доступных цен. Вся обувь из натуральной кожи, с противоскользящей подошвой и водоотталкивающей основой. Внутри мех овчина. На столах свыше 500 пар обуви. Вся она зимняя, очень прочная, очень теплая, долго носится. Нога себя чувствует как в домашних тапочках. Удивительно, но эта обувь невесомая, комфортно облегает ногу, вот она на случай, если предстоит передвигаться в гололед. Не страшны таким сапожкам и ботинкам слякоть и грязь. Также у нас обувь на проблемную ногу, у кого выступающая косточка, широкое голенище и высокий подъем. Размерный ряд женский идут с 36 по 43, мужский, с 40 по 49 размерчик. Приходите, порадуйте себя своих близких подарочками новогодними. Прочность, надежность, долговечность и комфорт в сочетании с приемлемой ценой вот принцип производителей такой обуви. Многие карагандинцы уже имели возможность лично подтвердить качество обуви ярмарки российской и белорусской обуви. Я в ней хожу, у меня есть обувь белорусская, зимняя именно. И на льду неплохо чувствует себя. Хорошая обувь, я скажу. Могу рекомендовать. Первый раз я беру. Население я слыхала, что хорошая обувь. Ну, не знаю, теперь на себе испытаю. В нашем возрасте они как ортопедические. Вот. Так что мы для в нашем положении мы довольны. Каждый сможет из богатого ассортимента подобрать обувь именно для своих ног по своим предпочтениям и под свой стиль и гардероб. Еще на ярмарке представлено постельное белье высокого качества с 50% скидкой. В продаже есть комплекты постельного белья из города Иваново. Они из бязи, сатина и перкаля. Они идут с 50% скидкой в связи с закрытием склада в городе Иваново. Порадуйте себя и своих близких новогодними подарочками. Комплекты все очень качественные и будут долго вам служить. Ярмарка белорусских и российских производителей обуви продлится в Караганде по 1 декабря включительно. Покупатели ждут по адресу улица Войнов-Интернационалистов 31 в торговом центре Азия. Второй этаж отдел 228 с 10 утра до 7 часов вечера без обеда и перерыва. Приходите и оцените высокое качество и демократичные цены. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если вы узнали или увидели еще что-то интересное, важное или забавное о Караганде и регионе, сообщите нам об этом посредством социальных сетей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова